привет друзья на дворе ночь но мы в отличное настроение рады приветствовать вас на нашем канале в эфире саша карельский ваня червинский саша хочу поприветствовать наших зрителей во первых во вторых хочу сказать что мы вот тут пропустили один денек наверное на нас многие обижаются расстраиваются из-за того что мы не выходили в эфир друзья это не потому что мы вот хотели спрятаться от вас и не хотели выпускать ничего у нас просто были проблемы с интернетом здесь не везде есть качественный прием не везде мы можем нашу передачу до вас доставить поэтому вчера у нас ничего не выходило но это не значит что мы ничего не снимали мы все снимаем все готовим передачи делаем поэтому будем обо всем вам рассказывать а сейчас мы находимся в алматинской области это называется я сейчас скажу как алматинская область уйгурский район а называется не знаю это можно ли назвать улице в общем карадалинский тракт и мы не просто так здесь находимся только что мы с иваном искупались в горячих источниках оказывается сюда люди приезжают со всего казахстана чтобы немножечко поправить свое здоровье и отдохнуть еле уговорил александр карельского принять горячую ванну я кстати слышал что во первых здесь у этих источников есть молодильный эффект также 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 кстати как и в коэнды но вот здесь это он молодильный не за счет вот микроорганизмов которые коэнды там вот это особые микроэлементы там и минералы здесь за счет по легенде значит местных местного населения здесь были что-то связано с ураном урановые скважины и именно поэтому вот горячая вода поднимается выходит и она вот немного радиоактивная и вот сейчас искупался я чувствую как у меня эффект омоложения он вот как бы пошел а это думаю я прихожу захожу к нам в номер у нас темно а ваня светится думаю что такое а это как он искупался хорошо вот сейчас этот темная ночь и смотри какая у нас яркая картинка так что в любом случае это пошло нам на пользу да и вообще мы вот уже несколько дней путешествуем по казахстану смотрим самые красивые фантастические виды этой страны мы были уже и в чарынском каньоне и озеро коль сай посетили и озеро коэнды в общем огромное количество эмоций впечатлений поэтому единственное что мы можем вам показать это наши кадры и сейчас немножечко расскажем что же мы увидели и как это было саша предлагаю начать с чарынского каньона потому что они мы на стриме немного рассказали но на самом деле надо самую важную деталь сказать что мы вроде все посмотрели вроде все поснимали а потом оказалось что мы самое главное это не посмотрели мы не дошли до самой реки чарын и теперь наверное нам надо как-то на обратном пути вот будет проехать и снова туда заехать и все-таки добраться до воды потому что ради именно вот этой реки чарын сюда приезжают люди со всего мира только для того чтобы на нее посмотреть потрогать хотя бы водичку не обязательно не обязательно купаться вот я тебе скажу почему так произошло потому что я как вышел и меня так захватила эта красота я вот буквально на одном месте там кружился вертелся хотел и так снять и так снять поэтому вот каждый метр не давался с трудом потому что настолько там все красиво я даже не представляю как можно было дойти то что я так понял оказывается там два с половиной километра нужно было пройти по в глубине чарынского каньона чтобы дойти до реки чарын я так понимаю да я саша дошел до нее но я был сверху спуститься нам к сожалению уже не хватило времени вот а я думал кстати когда вот мы пошли саша отделился от нас я думал что ты решил обосноваться в одной из пещер у меня было такое желание там действительно какая-то магия просто творится вот действительно не хотелось даже никуда идти хотелось просто там сидеть медитировать и раствориться в вечности примерно то же самое было и утром на следующий день когда мы приехали на озеро кольца и мы приехали туда на рассвете стали пораньше кстати несмотря на то что не было интернета мы все равно работали в стандартном режиме легли спать 5 стали в 6 и и вы поехали поехали для того чтобы успеть зацепить вот первые лучи солнца потому что вот есть там такая невероятная точка для фотографов для всех тех кто делает снимки в instagram и для димаша кстати когда он снимал свой клип на песню кайран елем и вот именно на эту точку мы приехали и там нужно обязательно приезжать утром потому что только утром там можно поймать вот это вот такое специфическое освещение там вот так вот горы стоят и третья гора между ними и вот вечером вечером там уже да совсем совсем другая картинка а надо еще сказать что он нам гид рассказал о том что озеро меняет цвет вот буквально глазах с каждым часом как по-разному угол сон заменяется поэтому озеро кольца и она красива в любой час вообще времени в любое время время дня потому что вот с какой бы стороны ты не посмотрел везде какой-то фантастический вид открывается и неудивительно что там собирается большое количество туристов и они все хотят и на лодочках поплавать и вокруг озера прогуляться и кажется там она ваня даже не одно озеро их целых три но для того чтобы посетить целых три нужно пить больше времени на а время деньги как говорится да еще кстати саш вот я тебе скажу по поводу денег я слышал легенду о том что кольца и это место которое помогает тем людям которые финансовые финансовые сложности так что мы не зря посетили с кольца и может нам было того скупаться надо было ну хотя бы руки помыть а я помыла ну не помыть прополоскать попить надо было оттуда вода взяли вот с этим гид запретила почему а сам он я видел две чашки целых хоть ты свои финансовые положения поправил да кстати наш гид осалбек очень красиво нам рассказывает обо всем мы до вас тоже этой информации стараемся доносить ну и вы его увидите наверное в наших фильмах которым будем выпускать уже когда вернемся санкт-петербург с красивыми кадрами с такими информационными вставками с таким рассказом который мы тоже будем добавлять для того чтобы вы могли глядя на красивой картинке понимать что же это такое и может быть какие-то легенды был в раз нам вам рассказывать интересное которые нам рассказывают местные которых мы встречаем во время нашего путешествия ну и надо отметить дальше что после кольца наше путешествие опять не закончилось мы решили подняться в горы для того чтобы посмотреть горное озеро канды и для этого нам пришлось воспользоваться супер транспортом которого я считал уже и редко где увидишь что оказывается непосредственно в деревне солы да да там более 100 видов техники этого автомобиля подожди какой салой сад и сад и вот так вот в деревне сад и оказывается более 100 видов этой техники 100 уазиков у местных жителей для того чтобы возить большое количество туристов которые хотят подняться в горы чтобы увидеть это красивое фантастическое озеро кстати саша вот я сейчас сижу я понимаю что это на самом деле был не уазик а это остеопат на колесах но там такая дорога вверх-вниз мы взять немного и записали и покажем вам тоже даже записали со стороны с дрона как мы едем там по этим здоровье каменным даже как назвать сюда дорога это точно не назовешь я бы конечно хотелось чтобы была возможность не только у тех кто может такую дорогу пережить посмотреть на красоты и насладиться вот водами озера но и хотелось бы чтобы вот руководство хотя мы не можем конечно советовать но было бы круто если была бы хорошая дорога по которой могли бы любые люди в любом возрасте в любом состоянии приехать на озеро кульсай и там вода имеет лечебный эффект также также имеет омолаживающий потому что там много минералов как рассказал нам о солбек много всякой необычной растительности потому что вот эти вот там стоят деревья вот и эта вода очень полезно и для здоровья если бы туда могли люди приезжать не мучаясь по дороге это было бы конечно круто не знаю мне дорога очень понравилось я прям как ребенок радовался там я подбрасывал подкидывал туда-сюда но для таких будто на американских горках прокатился для таких как саша можно оставить фрагмент или может быть даже целиком дорогу как аттракцион и также на вот этом уазике и можно будет сохранить работу тем кто сейчас трудится я думаю что ну наверное таких как саша любителей шалтай болтая шалтай болтайства для таких вот любителей тоже наверное стоит дорогу эту оставить ну а также там можно кассование и на лошадях добраться я видел как очень много было конных прогулок и люди активно садились на лошадей и красиво катались вдоль озера это так вот тоже очень ну очень сочно смотрелось и вообще приятно что казалось бы место очень далеко находится и добраться до нее до него не так просто людей которые посещают такую красоту очень и очень много но действительно там есть на что посмотреть просто виды завораживают потому что там и горы и снежные хребты и тут же тебе хвойные леса и невероятно прозрачные воды в озере тут же тебе стоят уже высохшие столетние деревья одним словом это конечно ну какое-то космическое место там наверняка снимает фильмы связанные с инопланетянами не знаю насчет инопланетян но вот димаш там есть фотографии где димаш там плавает на лодке может просто это да это специально для димаша туда лодку привезли потому что все таки мы знаем что магические свойства есть у этого озера и может быть для того чтобы так еще дополнительно поддержать димаша дали ему возможность на лодке там покататься ну это я бы с удовольствием тоже прокатился конечно если была такая возможность но когда мы во всяком случае были там лодок никаких не было поэтому то хотите видите хотите нет это фантастика ну или photoshop ну что ж я надеюсь что в этом коротком фильме вы хотя бы чуть-чуть с нами попутешествовали ждите следующую серию потому что завтра мы отправляемся в дорогу потому что в следующей серии мы поедем на озеро иссык и посетим водопад медвежий вот так вот благодаря нашему собержану сериковичу которую мы теперь называем золотой агашка мы смогли попутешествовать по казахстану точнее мы продолжаем наше путешествие по казахстану ну и конечно самое интересное друзья еще впереди потому что после нашего такого микро путешествие по казахстану по красотам мы сможем провести ряд встреч в самом городе алматы с различными творческими людьми и посетить несколько мероприятий в общем наш казахский вояж только начинается все самое интересное впереди друзья алга